Всем привет! Сегодня покажу, как запускается стрим с веб-камеры с компьютера на YouTube-канале. Немножко заменился интерфейс, именно поэтому решила обновить наш ролик по запуску стрима, чтобы он был более актуальный. Итак, чтобы начать прямой эфир или же стрим со своего YouTube-канала на компьютере, в первую очередь вы, конечно же, должны быть авторизованы. То есть, вы должны зайти в свой канал, чтобы здесь стоял его логотип в верхнем правом углу. Затем нажимаете на значок камеры с плюсом, в выпадающем меню нажимаете начать трансляцию и вот здесь в боковом меню нас интересует веб-камера. По умолчанию скриптива у вас так и открылась, если нет, то переходите на эту вкладочку. И теперь вы видите интерфейс очень похожий на интерфейс, который вы видите при загрузке обычного ролика на YouTube. То есть, теперь здесь все те же поля и такой же порядок настройки. То есть, сначала вы заполняете заголовок, прописываете описание, выбираете категорию вашего видео, можете сразу загрузить значок с компьютера, выбираете плейлист, отмечаете аудиторию для детей или для детей. Если нажать развернуть, то тут опять же знакомые нам поля с загрузки видео, это есть ли реклама в ролике, развивать ли автоматически на эпизоды, теги для вашего стрима, язык субтитров, почему они отсутствуют, можно добавить место съемки, если это для вас актуально, также можно выбрать лицензию, можно ли встраивать ваше видео на другие платформы, например, на ваш сайт, и модерация комментариев, автоматическая от YouTube, то есть публиковать, не публиковать, если там есть нецензурные слова, то есть все те графы, которые вы видите при загрузке видео на YouTube. Нажимаете далее, следующая вкладка монетизации, опять же, все то же самое, что вы видите при загрузке видео, выбираете включена, не включена, если у вас не подключена монетизация на канале, просто этого пункта у вас не будет, также выбираете в каких местах появляется реклама и, опять же, нажимаете далее. Затем идут настройки трансляции, вот эта вкладочка отличается, естественно, от видео, потому что видео нет настройки трансляции, но здесь, опять же, знакомые функции из старого интерфейса, то есть нужен ли чат, оставлять ли запись чата, то есть при наведении вы можете почитать, что значит каждый пункт. Затем, кто может быть участником чата, это очень классная функция, она новая и я рекомендую вам пользоваться этой функцией, потому что она как раз-то мотивирует ваших зрителей не просто вас смотреть, но подписываться на канал, потому что если любой зритель может отправить сообщение, то нет никакой мотивации человеку на вас подписаться, но если, например, сообщение могут оставлять только подписчики, то тогда человек на вас подпишется, и есть даже возможность отфильтровать тех людей, которые подписались только, чтобы единожды, вот именно в данный момент, задать вам вопрос на стриме, то есть просто ставьте, например, другой период, выбирайте продолжительность, например, вы хотите, чтобы человек, как минимум месяц уже был вашим подписчиком, пожалуйста, выбирайте один месяц и все люди, которые подписаны меньше этого периода, они просто не смогут писать, задавать вам вопросы в чат, то есть как минимум хейтеры, которые просто приходят на любой попавшийся стрим и начинают спамить, уже к вам написать не смогут, написать только смогут хейтеры, которые стабильно подписаны на ваш канал и хейтят каждый ваш ролик, и также если у вас уже есть спонсорство и вы хотите провести стрим, на котором вопросы задают только спонсоры, выбирайте галочку спонсор и только спонсоры смогут вам писать. Опять же, можно частоту сообщений, опять же, это фильтр от спама, чтобы люди не могли каждую секунду вам писать, пожалуйста, ставьте ограничение, выбирайте сколько секунд должно пройти между сообщениями от одного человека и выставляйте нужное вам число. Еще одна классная новая функция, это непрерывное воспроизведение, то есть люди посмотрели ваш стрим и после него могут сразу же перейти на другую вашу трансляцию, если она у вас есть, но для этого она должна быть у вас запланированных, поэтому, когда вы нажимаете добавить, вот здесь смотрите, что у вас присутствует. И также можно добавить трейлер, то есть пока трансляции еще запланированных, люди могут посмотреть трейлер вашей трансляции, такой небольшой анонс. Опять же, нажимаете добавить, выбираете ролик, который вы предварительно записали, загрузили на канал и у вас будет вот такой вот трейлер трансляции. Когда вы все проставили, нажимаете далее и здесь опять уже знакомый интерфейс, как у видеороликов, то есть тип доступа, выбираете, кто может перейти по ссылке, то есть для всех ограниченный, только для спонсоров, открытый доступ, то есть видите, есть небольшая разница, есть доступ для спонсоров, то есть никто, кроме спонсоров, даже видео не сможет посмотреть, а есть в настройках трансляции участники чата, спонсоры, то есть смотреть могут все зрители, но писать вам сообщение в чат только спонсоры. Учитывайте эту разницу, не перепутайте и выставите правильный, нужный доступ для вас. И внизу уже запланировать дату, на которую вы хотите, чтобы проходил эфир. После чего нажимаем «Готово» и мы снова видим знакомый уже нам интерфейс. На этом интерфейсе вы можете поменять обложку, для этого наводите вот так вот на картинку, можно сделать просто камеру, с вашей веб-камеры фото, оно загрузится, можно загрузить готовую обложку с компьютера вашего, то есть зайти в проводник и оттуда выбрать файл. И очень важные две функции – это какая камера и какой микрофон будет использоваться вами на стриме. Обязательно выбирайте нужное оборудование, чтобы звук и картинка были качественные, потому что часто есть встроенные, например, камеры и микрофоны, если вы стримите с ноутбука, и поэтому вам нужно обязательно переключиться на внешние камеры. Если хотите еще больше полезных советов, лайфхаков, нюансов, как проводить прямые эфиры, что на них говорить, как продавать на прямых эфирах, как проводить прямые эфиры с телефонов, подписывайтесь на канал «Бесплатная школа видеоблогера», у нас есть уроки на эти темы, есть отдельный плейлист, называется «Школа стримера», смотрите ролики там, проводите свои прямые эфиры. Всем спасибо за внимание, всем пока. Да, кстати, чтобы начать эфир, нажимаем «Начать эфир». Всё, ждите пять секунд и вы в эфире.